всем привет дорогие друзья это еженовости проект в котором я рассказываю что случилось нашим любимым локомотивом за прошедшую неделю и хотя за эту неделю случилось не так уж и много ну два товарищеских матча это важно но в общем и целом новостей не так чтобы было много все равно выходим по расписанию потому что пятница пятница это время еженовостей если вам нравится этот формат и другие форматы обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк это очень помогает продвижению канала без лишних слов погнали начнем с товарищеских матчей игру с уралом я разобрал в отдельном ролике прямо как старые добрые времена с видео рядом с предварительно записанным текстом где я рассказал все самое самое важное что собственно в этом матче происходило и мне кажется получилось достаточно хорошо если вы не смотрели то вот сходите посмотрите в любом случае получите какую-то информацию прямо детальную о том что происходит с локомотивом здесь я дополнительно распространяться об этом не буду тем более что ролик достаточно много народу уже посмотрела и это заслуга как раз тех самых вот ребят молодцов которые ставят лайки благодаря этому собственно видео завирусилась и распространилась среди тех кто на мой канал например не подписан так что вы молодцы а вот второй товарищеский матч локомотив провел с командой фурсан испания о том что матч будет именно с этой команды объявили буквально за пару дней до 15 февраля когда игра состоялась в эту дату должен был состояться другой товарищеский матч с командой из китая шаньхай шэньхуа в которой играет знаменитый басагог но команда из китая то ли решила не приезжать в арабские эмираты вовсе то ли приехать чуть-чуть позже за планированные даты короче этот товарняк отменился но долгое время присутствовал в календаре товарищеских матчей локомотива мы все гадали с кем же локомотив сыграет в итоге сыграл с командой фурсан испания которая находится на одном из последних мест в первой лиге объединенных арабских эмират первая это которая вторая по счету ну в общем понимаете как футболе все это устроено короче низы второй лиги арабских эмиратов сами понимаете какой уровень сопротивления был у этой команды ну собственно на трансфермаркте эта команда есть но стоит она 25 тысяч евро такова стоимость одного единственного футболиста все остальные бесплатные с первых же минут стало понятно что уровень этой команды действительно очень низкий и никакого сопротивления локомотиву они оказывать не могут и меткое название сборной дубайского отеля им подходит как нельзя лучше но для локомотива это все равно важный товарищеский матч за неделю до спартака и несколько футболистов провели по 90 минут и я очень удивлюсь если через неделю мы не увидим их в стартовом составе в первую очередь конечно это капитан команды дмитрий баринов который из фурсан испании 90 минут провел и вообще по ходу межсезонья играл во всех товарняках достаточно много времени но он не единоличный лидер по количеству этих самых игровых минут вместе с ним первое место с результатом 420 минут за 7 товарищеских матчей делят как ни странно станислав макеев честно говоря когда я смотрел товарищеские игры мне казалось то что локомотив постоянно тасует пару центральных защитников то мам паси выйдет там с погостовым то кузьмичев с конте то еще кто-нибудь но оказывается чаще всех играл именно стас макеев и судя по всему именно он является нашим основным центральным защитником а вот кто будет с ним в паре вот это пока еще галактионов не решил потому что действительно чаще других играл кузьмичев но мальчик с фурсан испании он пропустил полностью он бегал вокруг поля в тренировочных штанах и было видно то что у него какое-то повреждение с первых минут в матче с фурсан испании вышел егор погоснов и сыграл не сказать что прям как-то очень хорошо и надежно но она и понятно против соперника такого низкого уровня егор постоянно пытался сохранять мячи тогда когда этого в общем то делать было не нужно в матче против более серьезного соперника егор наверняка бы отправил мяч куда-нибудь подальше а здесь пытался сохранить начать атаку и это сыграло с ним злую шутку пару раз он фактически подарил мяч арабам но те не смогли воспользоваться ситуацией на 60 минуте егора погосного заменил херман конти и чисто визуально стало поспокойнее в обороне херман конти как раз достаточно просто действовал и вот таких вот прям вот ошибок когда потеря мяча в центре поля происходило у него не случалось но тем не менее и там были эпизоды когда ты думаешь чувак ты в бенфике игра ну какого черта тебя но нейм из фурсан испании с стоимостью на трансфер маркете в ноль рублей оббегает просто как стоячего понятное дело что счет был уже 40 и ряду футболистов включая хермана конти было не особо интересно играть футбол в этом матче но тем не менее многим из них включая того же конти нужно проявлять себя перед лицом михаила галактионова потому что их место в составе нифига не гарантированно они этого не делали и это очень сильно смущает место на левой бровке неожиданно занял максим нинахов который на этой позиции провел хороший тайм против урала и забил красивый гол тривеллой во втором тайме максим нинахов уступил левую бровку на ируте князяну переместился на правый фланг обороны где собственно доиграл до финального свистка и такое ощущение то что в матче с спартаком мы обязательно увидим максима только вопрос справа или слева с первых минут на правом фланге нашей обороны появился игорь смольников и это уже второе его появление в старте также как и для артема дзюбы но оба новичка еще совершенно точно не вписаны в игру локомотива и даже если есть какая-то активность от игры смольника на правом фланге вы просто банально партнеры не особо замечают и не подключают к атакам а даже тогда когда мяч все-таки у смольникова оказывался нормальной передачи в штрафную площадь на ожидавшего эти самые передачи артема дзюбы так и не следовало пока это зенитовская связка в локомотиве особенно не работает смольников практически не получает мячей а дзюба хоть и получает мячи но вот до сих пор не смог забить ни одного гола даже вот такой команде как фурсан испания хотя у него был один супер момент когда он решил не жадничать а скинул франсуа камано и тот пробил уже по пустым воротам но из пустых ворот по локомотивской традиции защитник соперника мяч вынес вообще игра не такая про которую хочется много рассказывать в старте снова был дани куликов снова был франсуа камано прямо скажем не те футболисты которых я бы хотел железобетонно видеть в стартовом составе но они входят в топ 5 локомотива по количеству игровых минут в товарищеских матчах и судя по всему в старте на спартак они будут просто железобетонно а такие футболисты как марио метай или там вадим раков с михаилом щетининым вообще не получили не минуты и это очень меня сильно огорчает потому что ну на сборах вот эти ребята мне понравились гораздо больше чем тот же куликов и тот же франсуа камано который имел просто какое-то невероятное количество моментов в матче с фурсан испании но запорол их практически все кроме одного когда вот вывалился один на один и все-таки смог реализовать свою попытку зато отлично себя проявил иван игнать он забил два гола и отдал голевую передачу на дмитрия баринова и вообще он не то чтобы очень часто появлялся в товарищеских матчах но успел забить три гола и отдал две голевых передачи и это лучший результат в локомотиве по итогам сборов но при этом стартом составе на спартак практически наверняка мы его с вами не увидим вот такой вот парадокс отлично себя продолжает проявлять сергей пеняев он отдал одну из голевых передач на ивана игнатьева и на контрасте с ним заметно насколько хуже играет максим глушенков который ну никак не может себя обрести если сергей пеняев постоянно где-то около штрафной получает мячи забегает за спины обводит по два-три человека то максим глушенков почему-то постоянно тусовался где-то в центре поля и не отдал ни одной острой передачи ни разу не пробил по воротам фурсан испании и по сути он же так и не забил ни одного гола на этих сборах у него есть одна вот это вот прострельная передача которая завершилась автоголом ворота урарту но больше в общем то ничего и нет похоже одно из зимних приобретений причем ну по статус одной из главных зимних приобретений в старте на спартак не появится и это будет абсолютно заслуженно и того локомотив на сборах провел семь матчей один из которых проиграл джахору один сыграл в ничью с бунеткором и пять матчей выиграл но сказать о том что локомотив выиграл их как-то уверенно показав какую-то классную игру я не могу и пункт в бинго про уверенную победу над сильным соперником так и остался незачеркнутым хотя был матч сочи который завершился со счетом 2-0 вполне себе убедительный счет но там игра так развивалась то что мы могли вполне проиграть этот матч а результат сделали фактически два игрока 2005 года рождения михаил щетинин и вадим раков и еще выход раканьяца очень сильно помог раканьяца больше в команде нет в общем ощущение того что локомотив через неделю выйдет и вынесет спартак с поля честно говоря у меня нету вообще никакого более того у меня складывается впечатление что локомотив готовили не к футбольному соревнованию а к тому чтобы пробежать какой-нибудь московский марафон потому что ну чисто игровых элементов в товарищеских матчах я замечаю не очень много они много бегают они много занимаются со штангами на велотренажерах и одно из главных действующих лиц которые мы видим на видео это кирилл жинкин который гоняет туда сюда но вот именно каких-то футбольных вещей того чтобы локомотив грамотно действовал на футбольном поле я честно говоря так и не заметил все как-то хаотично все как-то на авось делается и в надежде видимо теперь на то что дзюба зацепится за мяч и скинет кому-нибудь из атакующих наших футболистов но франсуа камано максим гушенков антон миранчук это все не те люди которые будут забивать спартаку есть кое-какая надежда на сергея пеняева но и все на это кстати про сергея пеняева сегодня появилась информация которая затем вроде как подтвердилась в крыльях советов то что локомотив заплатил за пеняева и максима глушенкова 400 миллионов рублей и эта сумма без всякой рассрочки уже поступила на счет самарского клуба если переводить эту огромную сумму в более понятные евро то получится всего 5 миллионов всего потому что ну за главного таланта поколения сергея пеняева и за максима глушенкова который проводит очень хороший сезон и является одним из лидеров российской премьер лиги по системе гол плюс пас но 5 миллионов ну не так уж и много прямо скажем кто-то в прошлом году за эти деньги покупал арсена адамова например но если сергей пеняев сходу с товарищеских матчей стал проявлять свои лучшие качества уже забил и отдал две голевых передачи то максим глушенков пока как-то очень блекло смотрится на фоне конкурентов при том что этих самых конкурентов стало гораздо меньше с уходом джерана керка уилсона и сидора и казалось бы играй проявляй становись лидером но вот никаких лидерских качеств максим глушенков на поле пока не проявляет и мяча толком в общем-то и не видит собственно непосредственно про локомотив на этой неделе сказать особо и нечего хотя стоит отметить то что пресс-служба на прошедшей неделе запустила прикольный формат блица в котором спрашивает у футболистов перед выходом на тренировку про какие-то различные вещи например спрашивали у футболистов цезарь с креветками или с курицей они предпочитают а последний ролик вообще вышел очень приятным там они спрашивали у футболистов какой бы сериал они могли посоветовать и мне очень нравятся эти ролики потому что очень простым форматом максимально простым в исполнении они раскрывают для нас футболистов не только как игроков на поле но и как живых людей с какими-то интересами и сразу у болельщиков появились любимчики на почве любви к одним и тем же сериалам кто-то из игроков выбрал старенькие друзья кто-то блэк-лист кто-то как заур хапов великолепный век кто-то вспомнил бригаду те князян назвал воронинах каждый найдет себе футболиста по своему вкусу это очень классная идея и за это я пресс-службу хвалю еще стоит отметить то что локомотива довольно большое количество арендованных футболистов и на прошлой неделе практически все из них чем-то до отличились джерана керк например забил победный гол в матче антверпена против генка это был очень важный матч для антверпена и соответственно важный дебютный гол для джерана керка оказывается если кидать ему мяч на свободное пространство то он очень быстро бегает и может реализовывать вот такие вот моменты марку раканец дебютировал за цервену звезду и это был сказочный матч для дебюта потому что звезда уже в 20 минуте вела 3-0 там еще удаление в стане соперника было короче забивай не хочу забить раканьяцу не удалось ему удалось сделать скидку головой на 5 по моему гол правда здесь конечно должен благодарить партнера блестящий удар с фактически нулевого угла прямо скажем это не пас на пустые ворота но тем не менее голевая передача есть голевая раканьяца с дебютом звезде кухта забил за спарту там тоже был разгром но кухта в целом достаточно много забивает и проводит хороший сезон за спарту практически наверняка они его выкупят и новости из бразилии там у нас педринью присел немножечко на лавку в играх за сан пауло против сильных соперников но против интернационала его снова выпустили с первых минут и посмотрите просто какую красоту он сотворил честно говоря одно из лучших применений технического приема эластику который я когда-либо видел ну по крайней мере если вычеркнуть роналдинью из памяти все равно очень круто и очень красиво оказывается умеют играть все эти арендованные у локомотива футболисты вовсе не на 14 место российской премьер-лиги играют сейчас в сильных клубах забивают сильных чемпионатах возможно все-таки нужен нормальный тренер для того чтобы раскрывать сильные стороны сильных футболистов ну что ж посмотрим что будет через неделю в матче со спартаком сильный ли тренер михаил галактионов такие вот не очень насыщенные еженовости у нас получились на этой неделе но на следующий нам точно будет что обсудить потому что первая официальная игра локомотива 22 февраля против спартака и конечно будет много пища для размышлений и много новостей так что если не поставили еще лайк обязательно поставьтесь подпишитесь на канал подпишитесь на vk play подпишитесь на boost и вообще подписывайтесь везде где найдете и до новых встреч пока